Книга к истинному православию, автор Игнат Тихонович Лапкин, тема о священстве, часть третья. Святой Ириней Леонский, 130-202 годы, рассуждает о том, какое тяжкое наказание ожидает плохих пресвятеров, и как высоко нужно ценить истинное пастырство. Убеждает удаляться тех, которые, будучи многими почитаемыми за пресвятеров, служат своим похотям, и хотя кажутся имеющими страх Божий в сердцах своих, но уничижают других, гордятся своим старшеством и скрыто делают зло. Святой Ириней учит иметь общение только с теми, которые хранят учения апостолов, и, исполняя обязанности пресвятера, предлагают учение здравое и введут бессоблазнительную жизнь к утверждению и исправлению прочих. Каждый удостоившийся священства должен служить только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и молениями, и не оставлять церкви для занятия земными и мирскими делами, но трудиться денно и ношно для дел небесных и духовных. Каприан Карфагенский, 258 год. Мне стыдно за других, которые, не будучи ничем лучше прочих, с неумитыми руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело. И прежде, нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются. «Вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образом добродетелей, а средством пропитания, не служением, а не служением подлежащим ответственности, но начальству, не дающим отсчета». И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли не многочисленнее тех, над кем они начальствуют. «Не знающие ни того, что должно говорить, ни того, что должно делать, лучше учиться, нежели не зная учить. А потому брать на себя труд учить, пока сам не научился достаточно, и по пословии «на большом глиняном сосуде учиться делать горшки», то есть не надо душами других упражняться в благочестии, по моему мнению, свойственно только людям крайне неразумным и дерзким». Григорий Богослов, 329-389 годы. «Прежде нежели узнают наименование священных книг и научатся распознавать письмена и писателей Ветхого и Нового Завета, и едва только затвердят два-три слова о благочестии, и то понаслышке они из книги, как уже считают себя мудрыми и книжниками, и законниками, и желают, чтобы другие люди звали их учителями. Положим, говорит он, что иной не порочен и взошел на самый верх добродетели. «Все еще не вижу, каким запавшись знанием, на какую понадеявшись силу отважится он на такое начальство, ибо править человеком, самым хитрым и изменчивым живым существом, действительно есть искусство из искусств и наука из наук. А для этого столько требуется ума, какое надобно тонкое и глубокое знание природы и души человеческой, какая проницательность, сколько опытности. Вот почему не нужно искать священство в молодости. Вот почему церковь определяет для вступления священства известный возраст, ранее которого принимать сам не позволяется. В дьяконы не ранее 25 лет, в священники не ранее 30 лет. В шестой Вселенский собор правило 14-15. Об этом подробно говорит в трех книгах о должностях священнослужителей Амбросий Медиаланский. Вот четыре качества, которыми должны обладать они. Мудрость, справедливость, мужество и воздержание. Святой Ангел Тауст, 350-407 годы жизни, состояв в звании диакона, в Антиохии, желая избежать пресвитерского и епископского служения, написал в свое оправдание шесть слов о священстве. Цитата. Священник должен во всем столько превосходить всех, за которых просит, сколько защитник превосходит защищаемых. Душу священника обуревают волны, сильнейшие тех, которые ветром поднимаются в море. И прежде всего видится огромная скала тщеславия, любовь к похвалам, желание чести, неразумные и вредные почести, благосклонности, робкий страх, отсутствие дерзновения, великий вид, смиренно-мудрее, в котором истины нисколько. Устранение обличений и эпитемии, или лучше сказать, применение их даже выше меры, к людям незнатным, а перед людьми, обличенными властью, не смелость, не позволяющая рот открыть. Пороки священников могут быть и скрытыми, но хотя бы они были и малы, скоро делаются известными. Грехи обыкновенных людей, как производимые во мраке, губят одних согрешающих, а порочность значительного и известного многим мужа наносит общий вред всем. Для священства должны быть избираемы также души, какими благодать Божия некогда показала вавилонской печи тела святых отроков. «Знаю многих, подвязавшихся все время, изнурявших себя постом, пока они могли быть в уединении и заботиться о себе, угождали Богу и каждый день успевали в любомудрии. А когда, встав в толпе, принуждены были исправлять невежество народа, тогда они в самом начале оказались неспособными к такому делу, весьма много повредили себе и не принесли никакой пользы другим». Итак, рукополагающим следует подвергать большему испытанию рукополагаемого, а еще больше самому рукополагаемому следует испытывать самого себя. «По причине неопытности одного, много людей доводятся до последней гибели». По слову Златоуста, священник должен быть человеком образлоном, особенно же сведущим в священном писании. Блаженный Иеррианим 340-420 годы в своем сочинении о жизни клириков и священников восстает против недостатков духовенства. Цитата. «В службе Христовой не ищи мирской прибыли, в противном случае и о тебе будут говорить, а не сеяли пшеницу, а пожали терны, и измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа». Порок Иеремия 12.13 Клирика, который занимается торговыми делами, из бедняка стал богатым, бегай как язвы. Священник, заботящийся о собственном обогащении, делает себе бесчестие. Иероним советует по возможности избегать даже подарков. Что польза, если ты не ешь скоровного, а между тем выбираешь себе лакомые явства? Поверь. Самый строгий пост там, где хлеб и вода. Читай как можно чаще божественное описание, или лучше не выпускай из рук священных книг. Чему ты должен учить, тому научись сам. Береги, чтобы поступки твои не опровергли твоих слов, чтобы в то время, когда ты проповедуешь в церкви, кто-нибудь про себя не сказал о тебе. Почему же ты сам не делаешь так, как учишь? Слова Преисвитера должны быть украшены словами Писания. Я не желаю, чтобы ты витийствовал на показ, выходил из себя, говорил много, не давая в том себе отчета. Все имеющие власть, прежде всего, должны обратить внимание не на власть над подчиненными по своему желанию, а на равенство с ними по природе своего происхождения себе. Григорий Двоеслов, правило пастырское, 604 год. Ученик Сесоя Великого, память 6 июля, не мог добиться разрешения от своего учителя на свое рукоположение и тайно ушел. По пути его встретил дьявол и едва не умертвил, обнимая, прикидываясь то женщиной, то чудовищем. Сколько семинаристов сегодня были бы до вступительных экзаменов остановлены. Дьявол обещал ученику тому, что если будет слушаться дьявола, то он сделает его епископом. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господа жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Евангелие от Матфея, 9 глава, 38 стих. Руки. Готово. 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 Готово.